Здравствуйте, это «Голос Америки» и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 937-го дня войны, вторника, 17 сентября. Главные темы. По данным Wall Street Journal, общие потери России и Украины в войне достигли миллиона человек. Украинская правозащитница говорит о 80 тысячах преступлений российской армии в ее стране. Трамп-младший и Кеннеди-младший призвали к прямым переговорам с США и Россией по Украине. И в конце про борщ, который, оказывается, имеет свой индекс. Начинаем выпуск с новостей о российских обстрелах городов Украины. Российские военные нанесли удары по Харькову. Число пострадавших в результате этих авиаударов на момент записи подкаста – 7 человек, из них четверо спасателей. Погиб украинский спасатель в Покровском районе Донецкой области под обстрелом российских войск. В Днепровском районе Херсона сегодня была атака дрона. Под нее попал 63-летний мужчина. Его доставили в больницу. Он скончался от полученных травм. Армия России атаковала авиабомбами «Глухов» в Сумской области. Там ранено 2 человека. Также повреждено по меньшей мере 20 частных домов. Ранее за сутки от обстрелов российскими войсками нескольких населенных пунктов Херсонской области были ранены 3 человека и двое погибли. Также российские военные попали в заведения культуры и жилые кварталы населенных пунктов этой области, в том числе в 6 частных домов. Российские войска прошедшим вечером и ночью обстреливали Никополь Днепропетровской области и за сутки совершили 177 обстрелов по 12 населенным пунктам Запорожья. Продолжает оставаться напряженной обстановка и на Запорожской АЭС, захваченной Россией. Об этом накануне говорил глава Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на генеральной конференции этой организации. МАГАТЭ присутствует на Запорожской атомной электростанции. Уже 23 смены экспертов МАГАТЭ поочередно находились там, внося свой вклад, работая и информируя международное сообщество происходящим. И да, всего несколько дней назад я посетил Курск, где сложилась серьезная ситуация, исходя из предположения, что атомная электростанция, мирная атомная электростанция, никогда и ни при каких обстоятельствах не должна быть атакована, независимо от того, где эта АЭМС расположена. Мы живем в период беспрецедентной напряженности и неопределенности. Но, конечно, это не должно отвлекать нас и заставлять забывать об абсолютной важности нашей работы здесь, потому что наша работа не может быть приостановлена до того момента, когда эта напряженность уменьшится. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Далее военная сводка. Российские войска в минувшие сутки наиболее интенсивно наступали на Покровском и Кураховском, а также были активны на Лиманском и Торецком направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Харьковском направлении россияне два раза атаковали оборонительные рубежи украинских военных недалеко от Волчанска. На Купинском направлении Россия 10 раз проводила штурмы. В СУ отбили 6 атак, еще 4 продолжаются. На Кураховском направлении Россия активнее всего, а на 42 раза атаковала украинские позиции. На Покровском направлении армия России 40 раз пыталась прорвать украинскую оборону. На Лиманском направлении в течение суток российские силы более 20 раз атаковали позиции украинских. На Торецком 16 раз. В обзоре разведки Министерства обороны Великобритании за вторник, 17 сентября, говорится о том, что из-за значительных потерь на поле боя и недостаточных темпов их компенсации в России были вынуждены заметно повысить выплаты военнослужащим, чтобы привлечь к службе еще больше людей. По оценкам британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские потери, вероятно, составляют более 610 тысяч убитыми и ранеными. Тактика, основанная на массовых пехотных волнах, требует от России непрерывного пополнения передовых сил, отмечают британские разведчики. По их оценкам, темпы набора в российскую армию в этом году снизились по сравнению с показателями прошлого года и составляют, по официальным данным Москвы, около 1000 человек ежедневно. О потерях в войне России против Украины сегодня пишет и американская пресса. В частности, газета Wall Street Journal выпустила статью, в которой говорится, что общее количество убитых и раненых в этой войне с обеих сторон могло достигнуть миллионы человек. По конфиденциальным украинским оценкам, опубликованным ранее в этом году, число погибших украинских военнослужащих составило 80 тысяч человек, а раненых 400 тысяч, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Оценки западной разведки о потерях россиян разнятся. По некоторым данным, число погибших достигает почти 200 тысяч человек, а раненых около 400 тысяч. Эти потери создают проблемы для России, поскольку она использует волны плохо обученных солдат для продвижения на восток Украины, а также пытается противостоять недавнему украинскому вторжению в Курскую область. Но они наносят значительно больший ущерб Украине, население которой составляет менее четверти населения ее гигантского соседа. Высокие и быстрорастущие потери с обеих сторон подтверждают, что в долгосрочной перспективе это будет иметь разрушительные последствия для стран, которые до войны боролись с сокращением численности населения, главным образом из-за экономических и социальных потрясений. Они также проливают свет на одну из причин, побудивших президента России Владимира Путина начать вторжение в 2022 году увеличить население России за счет поглощения украинского населения. О публикации в газете Wall Street Journal Соединенные Штаты все два с половиной года помогают Украине противостоять российской агрессии и также постоянно проверяют, как именно Киев использует предоставляемую ему военную помощь. Иногда противники нынешней администрации США говорят о том, что поставки вооружений плохо под отчетным проверкам, но это в интервью «Голос в Америке» отрицает генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. В эфире нашего медиа глава надзорного ведомства Минобороны США рассказал о том, как Пентагон осуществляет надзор над оказанием помощи Украине. Сегодня в мире происходит многое, что требует внимания Министерства обороны, но Украина для нас приоритет номер один. Я всегда подчеркивал это для моих сотрудников. В настоящее время в отделе инспекции Министерства обороны вопросами надзора за поставками помощи Украине заняты 200 человек. Порядка 30-ти были направлены в регион. У нас есть сотрудники в Германии и Польше. Есть расследователи и специалисты по контролю за эффективностью американских программ в посольстве США в Киеве. Если собрать всех сотрудников из четырех ведомств, которые сотрудничают с нами в этом вопросе от Государственного департамента до Агентства США по международному развитию, то это будет порядка 300 или 400 человек. И эти специалисты осуществляют надзор за всеми усилиями США по оказанию помощи Украине. Что касается сообщений о нарушениях в сфере закупок оружия, на данный момент мы не нашли подтверждения этим сообщением, но расследование продолжается. Другой проблемой стало перенаправление оружия из Украины в другие страны. Но это не сугубо украинская тема. Этот конфликт лишь наглядно демонстрирует такие риски. Всякий раз, когда у вас есть большие объемы поставок материальных ресурсов, которые поступают в страну в условиях войны, когда подотчетность затруднена, и все это происходит в обстановке сжатых сроков, то возникает риск попадания оружия и некоторых чувствительных технологий не в те руки. Мы как раз занимаемся этим вопросом. Конечно, есть значительный риск, но мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. Мы запустили сайт ukraineoversight.gov, на котором есть ссылки на горячие линии в моем отделе и других ведомствах. И я призываю людей, связанных с программами американской помощи, у которых есть информация, вызывающая вопросы или подозрения, сообщать нам о ней. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Многие правозащитники и активисты говорят о том, что российская армия сделала преступные методы ведения войны своей постоянной тактикой, и что на оккупированных Москвой украинских территориях эта тактика не меняется. Именно поэтому западную помощь Украине вооружениями нужно расширять, а радиус применяемых Киевом вооружений увеличивать. Об этом говорила в понедельник в Вашингтоне и глава украинской правозащитной организации Центр Гражданских Свобод Александра Матвейчук. На мероприятии в Гудзонском институте украинская правозащитница сообщила, что российские военные совершили в Украине десятки тысяч военных преступлений. Я правозащитный юрист, и много лет я применяла право для защиты людей человеческого достоинства, но теперь мне приходится делать это в ситуации, когда право не работает. Российские солдаты умышленно обстреливают жилые дома, школы, церкви, музеи и больницы. Они атакуют гуманитарные коридоры, пытают людей в фильтрационных лагерях, а также насильно увозят украинских детей в Россию, чтобы вырастить их русскими. Они запрещают украинский язык и культуру, похищают, насилуют, грабят и убивают гражданских лиц на оккупированных территориях. И вся система ООН, предназначенная для охраны мира и безопасности, не может это остановить. Только за эти два года ширкомасштабной задокументировали более 80 тысяч эпизодов российских военных преступлений в Украине. Я уже как-то говорил о том, что Украина стала серьезным фактором внутренней политики США и последние новости о попытке уже второй. Покушение на Дональда Трампа тому пример. Подозреваемый в этом покушении 58-летний Райан Уэсли Раут, которому грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму около полумиллиона долларов, в свое время пытался волонтерить в Украине и даже написал об этом книгу. Мой коллега Мэтью Купфер прочел это произведение и нашел его несколько экстравагантным. Я прочитал его книгу, которую он сам написал и опубликовал в виде самиздата на сайте Амазон. На самом деле там очень много странностей. Это произведение, которое иногда напоминает своей абсурдностью Дон Кихот. То есть он приехал в Украину, чтобы спасти Украину от России, но приехав он обнаружил, что, во-первых, его были не готовы взять в иностранный легион Украины, и еще украинцы не очень хотелось, чтобы он их спас. И он часто жалуется на то, как украинцы не признают иностранных добровольцев-героев и не предоставляют им, например, бесплатное жилье жилье или бесплатный проезд в общественном транспорте. И его отношение к украинцам очень, ну, скажем, патерналистское. Он пишет, что иностранцы и США должны научить украинцев тому, как демократии и человечество поддерживают друг друга. Есть и глава в этой книге, которая называется «Почему бы и не ядерная война?» И он там пишет, я процитирую, «Мы должны вернуть Украине все ядерные боеголовки, которые мы забрали, с единственным условием, что все они будут использованы. Мы должны спровоцировать эту войну и довести этот вопрос до конца». Видимо, это не рассуждение полностью рационального человека. В свою очередь, МИД Украины призвал мировое сообщество воздерживаться от привязки к этой стране подозреваемого в покушении на Трампа, несмотря на то, что Раут поддерживал Украину в войне против России. Об этом заявил представитель Украинского МИДа Георгий Тихий сегодня на брифинге. Кроме этого, представитель Украинского МИДа подчеркнул, что Киев решительно осуждает этот, цитирую, «преступный акт и все формы политического насилия». Конец цитаты. В то же время, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший, который публично поддержал Дональда Трампа-старшего, заявили о необходимости прямых переговоров США и России для прекращения войны в Украине. Они опубликовали колонку об этом в издании «The Hill». Вот что они там написали. Эта игра в ядерную трусость зашла слишком далеко. Между запуском американских ракет вглубь российской территории и обменом ядерными ударами не осталось и шага. Мы не можем подойти к краю еще ближе, чем сейчас. И ради чего? Чтобы ослабить Россию? Чтобы контролировать полезные ископаемые Украины? На карту не поставлены жизненно важные интересы Америки. Россия с самого начала четко обозначила свои военные цели. Прежде всего, нейтралитет Украины и прекращение расширения НАТО на восток. Сотни тысяч потерянных жизней и сотни миллиардов долларов потраченных позже никому не приносят пользы. Ни Европе, ни Америке, уж точно не Украине. Бывший президент Дональд Трамп пообещал положить конец этой войне. Но к тому времени, когда он вступит в должность, может быть, уже слишком поздно. Мы должны прямо сейчас потребовать, чтобы Харрис и президент Байден изменили свою безумную военную программу и начали прямые переговоры с Москвой. Другие западные издания, в частности, германский Бильд, уверяют, что и у самого Киева он в ближайшей неделе представит на переговорах в Вашингтоне, и которая включает как использование западного оружия для ударов вглубь России, так и готовность Украины на локальное прекращение огня на определенных участках фронта, то есть временную заморозку этой войны. В интервью «Голосу Америки» эту публикацию Бильда прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Даже близко таких концепций не существует. Об этом президент неоднократно говорил, это четко доминирующая позиция, никакой заморозки конфликтов, потому что она не приведет к финалу войны как такового, а приведет только к получению России возможности накопить дополнительный ресурс и продолжить уже третьим этапом более массовое убийство гражданского населения в Украине. Поэтому, конечно же, нету никаких концепций уступки территории, нету никаких концепций заморозки конфликтов. Но, честно говоря, когда мы с вами говорим о статье в Бильд, мне кажется, что здесь какая-то есть большая проблема с логикой у авторов, это что значит на отдельных участках можно остановить огонь, то есть у нас одновременно будет идти на одних участках война интенсивно, на других участках тишина. Но мне кажется, что более нелепого предложения представить себе не можно было. Еще раз подытожим, не существует на сегодняшний день ни одного плана, где фигурировала бы заморозка конфликта, прекращение огня или передача России каких-то территорий. Впрочем, европейские союзники Украины уверены, что помощь Киеву и стремление к его победе на поле боя надо поддерживать хотя бы для того, чтобы другие восточноевропейские государства чувствовали себя в безопасности. Об этом накануне в Молдове говорил и министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Больше всего людей здесь беспокоит то, что в случае проигрыша Украины следующей будет Молдова. Вот почему поддержка Украины также означает поддержку Молдовы и европейской демократии в целом. Поэтому это хороший знак, что сегодня я привезла с собой в Молдову 100 миллионов евро зимней помощи для Украины. Наступает осень, зима уже на пороге, а продолжение гибридной войны России означает еще одну зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине как можно более ужасной. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Последний сегодня материал нашего подкаста не про войну и политику, а про борщ, потому что, ну нельзя же все время про войну и политику. Журналисты из украинской реальной газеты, освещающей жизнь на оккупированных территориях Украины, приурочили ко дню борща, который отмечается в сентябре, необычное исследование. Они выяснили, что приготовить борщ в оккупированных Луганске или Донецке дороже, чем в Москве. Реальная газета сравнила цены на продукты в оккупации и в российской столице. Выяснилось, что они почти одинаковые, в отличие от зарплат. Так называемых ЛНР и ДНР прожиточный минимум в этом году составлял 14 526 рублей, в Москве 19 242 рубля. При этом продуктовая корзина для борща с говядиной обойдется в Луганске примерно в 460 рублей, а в России в 380. Что показывает этот индекс борща, нам объяснил главный редактор реальной газеты Андрей Дегтяренко. Наша реальная газета имеет источники на оккупированных территориях, которые ходили по нашей просьбе на местные рынки, в местные супермаркеты и попробовали составить корзину необходимых продуктов, которые нужны для того, чтобы сделать вкусный настоящий борщ. Мы посчитали, сколько выходит в рублях денег. Выяснилось, что это значительно выше, чем даже в Москве и Петербурге, самых двух дорогих городах Российской Федерации. Для нас это очень важный показатель, потому что, во-первых, мы знаем, что пенсии, зарплаты у людей, у украинцев, которые живут на оккупированной территории, они значительно ниже, чем в соответствующих городах России. И, соответственно, дороговизна, которая есть там на оккупированных территориях, она, в первую очередь, сильно бьет по местным жителям. Возникает вопрос, а почему же вообще такие высокие цены? И кто же тогда покупает эти продукты? Кто же способен сварить борщ на оккупированных территориях? В первую очередь, и ответ достаточно очевиден, это российские военные, которые получают большие зарплаты за участие в войне. И, соответственно, они являются главным таким двигателем местной экономики. То есть, они как раз и покупают эти дорогие продукты. Для них как раз и варятся эти дорогие борщи с салом, с хлебом, со сметаной. А вот местные жители, пенсионеры, люди, которые просто живут там, пытаются выживать, этот борщ себе позволить не могут. Вот подобное сравнение цен как раз осенью, когда многие эти продукты уже созрели и должны быть дешевыми, показывают, что очень все плохо на местах с этой экономикой. Она полностью заточена на обслуживании оккупантов. Местные жители, они, мало того, что их голос практически не слышен, но даже по таким вот простым экономическим выкладкам, потребительским выкладкам, очень хорошо видно, что жизнь их далеко не сахар. Как отмечают журналисты реальной газеты, луганский борщ уникальный, с ноткой спелых помидоров, созревших на местных полях, которые сейчас Россия планомерно уничтожает. Напомню, в 2022 году организация ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список нематериального культурного наследия человечества. Этим сообщением мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск ежедневного подкаста «Русская служба голоса Америки «Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович, также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts, слушайте его напрямую с сайта «Голоса Америки», ну и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Америки